Люди, львы, орлы, куропатки, но в первую очередь люди. Принесите мне его голову на серебряном блюде. Я желаю говорить с его головой. Не унижайте меня постылыми заверениями в чуде. Возможно, он еще живой. Я знаю, он не живой. Скажи мне, неужели ничто невозможно? Никакое движение, раздражение, отражение. Даже пять часов утра в Москве, морозный рассвет, кровь с молоком. Даже пять часов утра в Беркли, гугливое позолото. Нет, даже это. Вот, чего изволите. Не вторжение, освобождение, все приветливые, снеходительные. Никого уже больше не занимает. Кто был с кем, до какой степени знаком. Кого-то требуют к телефону. Кто-то требует сахара, молока. Все упоительно чужды друг другу. Я умею теперь не видеть, как дергается его щека. Я умею не накрывать рукой его пухлую, осторожную руку. Я приехала издалека. Но и долгих, запутанных обстоятельств, часов пути. Не хватило мне сформулировать, в чем причина печали. Если бы я умела быть сердцем твоим, если бы я умела прятаться за твоими плечами, высоко сижу, далеко гляжу, мы бы стали паршивыми сиамскими близнецами. Молчали бы, выключали в одиннадцать свет, пыхтели бы, мяукали, согреваясь. Принесите мне голову его, пусть уже ответит мне. Нет, между нами нет ничего. Пустая площадь, наздреватая зависть, сумерек. Твой истерический голос в мобильнике. Говори со мной, не говори со мной. Так чего же ты хочешь? Чтобы меня не стало? Меня не стало. Рассвет зимой, похож на рассвет зимой. Ты сжимаешь меня в руках, как ребенок, погремушку, бутылочку, замусоленный краешек, одеяло. Продолжение следует...